Здравствуйте, в эфире программа Регионы и мы, с вами Сырёв Паганян и у нас сегодня будет нестандартный эфир, мы будем говорить сегодня не о геополитике, не о экономике, но может быть и зацепим эти моменты тоже. Сегодня мы будем говорить об искусстве, потому что у меня в гостях сегодня фотограф. Вот такая вот история. Сегодня у меня Александр Кадников, фотограф из Крыма. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Фотография это особое искусство, лично для меня, потому что поймать вот этот вот кадр, который передаст всю эмоцию и сможет тебя зацепить, это очень сложно. Люди, может быть, всю жизнь фотографируют ради одного кадра, который сделает их великим фотографом, известным фотографом. Если великим, да. Если великим, да. Что вы снимаете, кого вы снимаете? Вопрос интересный. Я думаю, что каждый фотограф, как и каждый художник и поэт, все пишет о себе и фотографирует себя, свое восприятие мира. То, что его окружает. Как говорил Андрей Картия-Брессон, да, известный родоначальник фотожурналистики, что фотография это глаз, ум и сердце, да, то есть одновременно, да, и важность момента. И я думаю, что я пытаюсь с помощью фотографии найти себя в этом мире, в данном случае в Крыму. У вас выставка сегодня? Да. Открывается она в Двине, совсем недалеко, а вот пешком пройти пару минут и вы уже там. Что вы хотите показать армянскому зрителю, армянскому любителю фото, который придет сегодня к вам? Выставка называется «Крым до и после», и главная идея – показать три состояния Крыма, которые были до 2014 года, потом события 2014 года, да, и современный Крым, как он изменился, чем живет. Но, опять же, это не журналистская фотография, это творческая фотография, да, то есть она показывает, знаете, иногда деталь говорит больше, чем целая, да, то есть и в творчестве это очень удобно. То есть иногда недосказанность, да, важнее, чем все остальное. Вот мне хотелось как-то через такой художественный взгляд показать жизнь моего полуострова. У меня было много приятелей, которые занимались фотографией, и один из них, известный в Армении, очень, к сожалению, нет живых сейчас, Герман Авакян, когда его назвали фотографом, он обижался, он говорил, я фотохудожник. А вот вы сейчас тоже сделали различие, вы сказали, это не фото-журналистика, это больше художественная история. А в чем для вас это различие? Вы же все равно снимаете людей, вы их не выстраиваете где-то, не говорите, а ну встань так или вот так. Да, вы их ловите в тот момент, когда они живут. Я когда учился на фотографа, у нас как раз фотохудожник был ругательным словом, да, и мы так все равно, не, я фотограф. Но опять же, это, знаете, такие вот мелкие детали, которые на качество восприятия фотографии не влияют. Понимаете, здесь, вот начиная где-то с 90-х годов, тенденция в мировой фотографии изменилась, да, благодаря Мартину Пару, это сейчас главный редактор фотоагентства «Магнум», когда вот он шел на репортаж и снимал условно не митинг, а обувь митингующих, да, то есть это стало важнее, чем события, да, вот он показал, что это тоже интересно, да, то есть и сознание фотографов перевернулось. Мне вот такой репортаж ближе, да, то есть, конечно же, здорово, когда ты ловишь эмоции, да, какой-то ракурс, но какие-то детали ускользают, да, и все фотографы, они в принципе с ним ловят хорошую картинку, но одинаковую, и чтобы вот как-то, знаете, вот хорошо быть, точнее так, очень сложно быть изюмом в ведре с изюмом, да, то есть изюминкой в ведре с изюмом, да, и вот ты всегда ходишь какой-то, находишь свой взгляд на события, и сейчас интересно арт восприятие на эти события, вот мне это тоже близко, ну, это называется концептуальная фотография, то есть когда идея важнее, чем пойманный момент, да, вот смотрите, сто лет назад было четыре критерия фотографии, светотень, композиция, ясность мысли, да, а потом мысль, не мысль, а кадрирование, да, ну, еще был момент, там, автофокус туда навели или не туда навели, потому что, да, вручную, сейчас важна концепция снимка, то есть все остальное это второстепенно, вот ты сделал что-то оригинальное, что-то увидел, да, даже в том же событии, то есть я снимаю и для газеты, да, информагентство, и для себя, это две разные фотографии могут быть, и какая выстрелит через время, знаете, тут уже вещь. Вы сказали, ваша фото-выставка это Крым до и после. Да, и во время. И во время. В принципе, вы говорите, что, ну, как бы, мы с вами там за кадром разговаривали, вроде бы нет политики, это фотография, но то, что вы сейчас, я говорил, что не будет разговора о политике, не получается, но это политика, это политика. Жили люди до 14-го года в какой-то определенной условности, жили вместе, там, потом случился 14-й год, понятно, что пошел разрыв определенный, который усугубился еще позже. Что это, если не политика? И как она повлияла на то, что происходит сейчас и в вашей профессии тоже, и с вами тоже? Потому что я когда читаю, где вы работали, вы работали в Киеве, вы занимались бизнесом, да, вы общались с людьми, и не только в Киеве, я думаю, по всей Украине, а сейчас у вас есть до и после. Ну, это хороший такой исторический опыт, и вообще жить в исторические времена, это интересно, да, но опять же творческому человеку, потому что ты это все фиксируешь. Вот я, допустим, события марта 2014 года в Крыму почти месяц снимал круглосуточно, да, то есть 24 на 7, потому что событий было очень много, и ты понимаешь, что это все история, которая будет интересна не только мне, но и окружающим, да, и не только я снимал, все снимали там, да, потому что это сейчас такие вещи, как говорится, грешно выпускать было, да. Насчет жили, конечно, и будут жить, понимаете, здесь изменилось отношение после 2014 года, да, то есть вот при старой власти, как бы там, вот мы жили по принципу закона джунглей, вот ты живешь, ты молод, не болеешь, все прекрасно, да, вот и все здорово, да. Сейчас все изменилось и в социальном аспекте, и в экономическом, да, то есть если раньше в Крым не вкладывали деньги, да, то есть да, это вот как бы, ну вот на его ресурсе все шло, то сейчас его практически не узнать, да, то есть все строится, вот допустим сейчас в Севастополе строится грандиозный проект Новый Херсонес, да, то есть вот Митрополит Тихон, там музеи, учебные центры, то есть просто, ну вот я недавно снимал для патриарха, да, московского, просто, ну фантастика, то есть, и вот буквально в конце лета запуск, то есть такими, условно скажем, колоссальными темпами все делается, понятно, что там еще работы и работа, как-то везде, знаете, это не так, что построил и все, и выдохнул, в жизни она такая вещь, что, это она постоянно работает, поэтому тут все течет, все меняется. Когда случился конфликт армяно-азербайджанский, под ним была такая достаточно плотная основа, понятно было, что это мина замедленного действия, которое когда-то выстрелит, потому что армяно-турецкие отношения, армяно-азербайджанские отношения, история геноцида, история там крови, потерь и так далее, и так далее, мы предполагали, почему это может случиться. В случае с Россией и Украиной очень тяжело было прийти к тому, что когда-нибудь два народа вдруг будут друг на друга смотреть через прицел автомата. На ваш взгляд, почему это произошло? Ну, есть третья сторона заинтересованная, да, то есть раздели, да и властвуй. Для одних это беда, для других это бизнес, и они хорошо зарабатывают. Я помню, когда работал в Киеве, один депутат сделал такой политический эксперимент. Он взял раввина, мусульманского священника, православного и католика, и они поехали по Украине, да, вот беседуя со всеми. И вот на пресс-конференции главный итог, что войну можно разжечь буквально за бутылку водки. То есть, понимаете, это, ну, люди хотят жить мирно, но есть, да, там определенные, как говорится, силы, которые на этом зарабатывают. И, к сожалению, это все срабатывает. То есть, понимаете, вот в Крыму проживает 125 национальностей, да. Если кто-то будет тянуть рубашку на себя, конечно же, остальным будет это не нравиться, да. Поэтому вот это вот время баланса, да, оно очень важно. И вот здесь вот политика играет первостепенную роль, да. То есть, пожар надо тушить, да, а не заливать его бензином там, да. И сорняки растут-то быстро. Поэтому, когда есть политическая воля, да, то есть это... С одной стороны, кому-то это не нравится, да, но результат-то остается результатом. Вот насчет Крыма, да, 2014 год. Но все забывают, что в 90-е у нас был президент Мешков, который тоже активно, да, предлагал сделать Крым российским. Ну, Борис Николаевич Ельцин сказал, нет, 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 категорично все. Да, и я помню, приезжал Кучма, и все там, да, все. Переубедил, и не случилось этого. Так что вот тут... То есть, когда все... Вот первый Майдан, я помню, я тогда как раз начал работать в Киеве. Это был просто карнавал, да, то есть выходили с праздником, все, да. Но, видно, вот эти силы, которые все затеяли, они не добились результата. И вот 2014 год уже, за 10 лет, все изменилось. Для меня тоже это, вот, помните, кажется, трагедия, потому что я, когда работал в Киеве, я не слышал ни одного упрека, потому что я все время говорил на русском языке. Да, я учился когда в школе, да, в Крыму мы учили украинский язык, да, но я вот ни одного косого взгляда не слышал нигде. Где бы я ни был, я объездил всю Украину, да, от Львова до Донецка. Поэтому тут... Понимаете, разжечь ненависть, это, я думаю, очень легко, к сожалению. А вот найти точки соприкосновения, да, это уже наше время, которое, знаете, насыщенное или даже перенасыщенное информацией, где можно любой момент, да, перевернуть так и так. Да, вот есть такой фильм «Король Солнца» про Людовика XIV, и там есть замечательный момент, когда встает философ за праздником и говорит, «Мой король, я сейчас докажу, что Бог существует». И там пять причин, что Бог есть. Все так вот, выпьем за это. А теперь, мой король, я докажу, что Бога нет. Те же пять причин. И король говорит так, уберите его отсюда. Понимаете, поэтому... То есть сейчас и у той, и у той есть свои аргументы, да, но все-таки аргументы созидания дружбы и сотрудничества, они побеждают, ну, на мой взгляд, да, чем вот, когда нас разделяют и над нами властвуют. Скажите, пожалуйста, вы художник. Да. Вы человек, который создаете, вы творите. Любой человек, который что-то творит, он художник. И мы практически каждый в своей профессии, в какой-то степени, это художники. Начиная от обычного, я не знаю, столера, который что-то там у себя в мастерской делает, он тоже художник, он тоже что-то создает. И, как вы сказали, создавать это здорово. Разрушать легко, создавать сложно и здорово. На ваш взгляд, когда снова можно будет объединить вот эти вот грани? Когда вы снова сможете... Чисто человеческая ситуация, вы только можете сказать, человек, который там живет, который ездил по всей Украине, который сейчас живет в Крыму, который делает фотоуставку в Ереване, чтобы показать, когда, на ваш взгляд, и что для этого нужно, чтобы опять людей объединить, чтобы они опять созидали вместе? Ну, вопрос очень сложный. Я знаю. Да. Но здесь есть пример с Чечением. Он очень сложный, очень, может быть, и некорректный. Я, как журналист, это осознаю, но я хочу услышать взгляд художника. Нет, есть люди, которые... Вот мы сейчас общаемся там, да, то есть мы... Нас не разделило это, да, то есть... Ну, я думаю, лет 10 и все устаканится в плане... Есть пример в Чечне, да, то есть вот когда была русско-чеченская война, там же что же там, да, было? Мама, не горюй. Но сейчас смотрите, что творится, да, все изменилось, безопасное место. Едьте, никто тебя там косо не посмотрит. А прошло-то сколько? Последняя война, там, вот это... Четвертый год, да, 21 лет. Там, да, все прошло. Да, потому что Чечня еще не активно принимала присоединение Крыма, да. Они очень активно там принимали участие. Поэтому как-то... Я надеюсь, что небольшой срок, то есть я еще съезжу в Киев, друзья, и мы с ними посидим на Хрещатике. Насколько вам знакома ситуация, насколько вы погружались в ситуацию, которая находится вот в нашем регионе Армения, Азербайджан, Арцах? Ну, 20-й год была такая вот боль, да, то есть за Армению как-то вот я все-таки был здесь в 2007 году, да, то есть мы... Я думаю, мы все-таки ментально, как христианский народ, да, то есть как-то вот исповедуя одну истину, как-то мы близки друг к другу, да. И когда вот случился 20-й год, это было вот... Ну, не могу сказать, что личная трагедия, но это было очень печально, очень печально, да. Ну, сейчас, к сожалению, это все ушло на какой-то там третий план, да, потому что события вот после 24 декабря, да, 22-го года, они вот, ну... уже эмоционально как-то все переключилось туда, да. Я почему этот вопрос вам задал? Ну, по крайней мере, в курсе событий, да, то есть я слежу, потому что, ну, за этим, кажется, надо следить, да, то есть, по крайней мере, хотя бы знать, что вот это происходит, что это все-таки ключевые моменты, это не проблема этого, ну, вашего региона, да, это все-таки больше, да. Когда горит лес, надо понимать, что он коснется и тебя где-то, да, то есть пожар этот, поэтому тут, знаете, кажется, отсидеться, типа, а, да, это далеко, ну... А как вы думаете, 20-й год стал предтечей, 20-й год здесь у нас, 22-го года между Украиной и Россией? Это вот тот самый пожар, откуда искра перекинулась? Ну, все может быть, потому что взаимосвязано, да, какие-то силы заинтересованы, да, что вот, подождите, вот, земля, что подошла, да, бизнес, экономика, война, это экономика, да. Как говорил Карл Маркс, империализм готов на любую подлость, если там есть 300% прибыльные, да, то есть он же вот не просто... Для нас война – это беда, а для других – это мать родная, да, они зарабатывают. Вот в этом-то вся беда. Еще почему я задаю этот вопрос? Просто вчера случилось знаковое событие. Вчера российские миротворцы погинули в Арцахах. Они ушли из Карабаха, они ушли из этого региона. Храм Дадь-Иван, который охранялся как раз-таки российскими миротворцами, больше ими не охраняется. Вот то самое христианское, о чем мы говорили, оно закончилось. Вот если вы впервые услышали эту информацию от меня, например... Нет, я вчера услышал. Если вы вчера это услышали, значит, вы успели об этом подумать. Какая у вас на это реакция? Ну, печальная реакция. Все-таки, знаете, говорится, что там будет теперь, да? То есть пришли те люди, которым это все не близко, все это не родное. Это как-то, ну... не есть хорошо. Вернемся к вашей выставке. Вышли от разговора, потому что, ну, к сожалению, мы не так часто говорим с людьми от искусства. А что вы ожидаете, какую реакцию вы ожидаете от армянского зрителя, который вот сегодня к вам придет? Ну, как минимум, что мои фотографии понравятся, да? Как творческие фотографии, да? Ну, как максимум, человек задумается, да, что вот было так, стало вот так, почему стало... Ну, может быть, это такая сверхзадача уже, да? Но, знаете, как говорится, в искусстве всегда есть две задачи, да? Это день сегодняшний и вечность, да? То есть, вот, знаете, замокнуться, как говорится, на Вильяма Шекспира, да, на вечность. Это вот... Ну, это такой высший пилотаж. А так вот хотя бы, чтобы понравилась фотография. Не в плане вот, ой, ну, интересно, да? Хотя бы человек задумался, почему, да? Потому что вот выставка, это ж не картинка в телефоне, да? Где-то я посмотрел, о, нормально, там, лайкнул и забыл, да? Здесь все-таки вот, когда стоит ряд перед глазами, когда можно вернуться, совсем по-другому идет восприятие картинки, да? У зрителя. Поэтому я надеюсь, что фотографии с самой иронией, да? То есть, они не просто пойманны момента. Как мне кажется, где-то есть с самой иронией. Я не люблю иронию, да? Всегда такой элемент с самой иронией, потому что смеяться над другими легко, а ты посмейся над собой. Да? Вот этот момент очень важный. И там есть фотография, где я стою, а на мне портрет леди, например, знаете, вот такая детка, ну, картина, так, значит, на голову так, как будто ударили. Как вы думаете, придя на вашу выставку, кто-нибудь, хотя бы один человек из тех, кто там посмотрит, захочет поехать в Крым? Ну, хотелось бы, думаю, да. Ну, у меня же не туристическая там фотография, да? Поэтому здесь, как говорится, там нет этих красот Крыма, да? И, ну, опять же, красот Крыма можно посмотреть, открыл любой сайт и смотри там, да? Здесь как раз вот эта жизнь, которая здесь и сейчас, она тоже интересна, да? По крайней мере, те люди, которые любят фотографию, они поймут, что в Крыму есть что фотографировать. Вот я когда был в Нью-Йорке, для меня была вообще очень сложная задача сфотографировать Нью-Йорк. Почему? Потому что ты идешь и понимаешь, что вот это снято, это, 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 это. Ну, то есть это, повторять смысла нет. А в Крыму снимать легко, вот в этом ключе, потому что нет конкуренции. Так что тут... И как-то был опыт в галерею, пришли ребята, они только что вернулись с Индии и показывают фотографии с Индией, красиво все. Говорят, мы хотим сделать выставку. И владелец галереи говорит, не, не, нет, ну, слушайте, это же каждый турист снимет. Фотография-то немножечко другое. Поэтому, если ехать за красотами, да, Крым богат красотами, да, то есть, но там, помимо красот, можно и поймать интересную картинку, которая достойна... Ну, я надеюсь, что то, что вы хотели передать, дойдет до армянского зрителя. Я надеюсь, что армянский зритель через вот те мгновения жизни, которые вы им подарили, подарили уже, потому что фотографии стоят, смогут узнать другой Крым и захотят там оказаться. Как ни странно, лично у меня есть определенная там крымская история. У меня мамина сторона, это крымские армяне, которые в 44-м году были сосланы оттуда. Но я там не был. Может быть, тоже, посмотрев на эти фотографии, сможет... Может быть, все-таки будет вот это вот желание и там оказаться. Спасибо вам большое за интересный разговор. А я хочу сказать нашим и зрителям, и, в принципе, людям от искусства, той самой интеллигенции, о которой мы так часто говорим, именно в ваших руках все возможности, потому что вы умеете и вы можете влиять на души, на сердца, на мозг людей. Делайте это так, чтобы это было созидательно и не привело к разрушениям. Программа «Регионы и мы» Сарёв Паганян. Спасибо. До свидания.